Именно они, писатели и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях сражений, донесли до современного поколения историю человеческих судеб. Сергей Петрович Никулин ушел на фронт 19-летним юношей и прошел через всю войну. Он автор книг «Люди с красной повязкой», «Белые лебеди», «До Берлина было далеко», «На безымянной высоте», «Мгновение ярости», «Мы дети твои, Россия», «Ты такой и я такой». Писал о войне, о жизни в тылу, военное время. Достоверность и художественная выразительность прозы фронтовика покоряет сердца читателей разного возраста. Читаешь, и комок подступает к горлу. Вспоминаешь непомерную тяжесть женского труда и настоящий героизм всех тех, кто приближал победу над фашистами, говорит почетный гражданин Черкеска Зоя Псху. Таких обозов еще никто не видел. Впереди три лошаденки тянули три повозки с зерном, а за ними другие повозки. Но в упряжках не лошади, а же коровы, а по бокам их пристяжных женщины. На коровах ярмо, на женщинах лямки. Разве это можно спокойно читать? Сейчас мне уже сколько лет, за 80 далеко. И то читаешь, когда читаешь, там слезы на глазах появляются. А в войну, тем более после военные годы, помнишь. И сразу читаешь его рассказы, и знаете, сразу встают картины тех лет, которые пережили. Это дает пережить то, что мы не пережили. Нас не было тогда, но читая произведения или их рассказывая, особенно в них вникая, мы проживаем то, что было до нас. На мероприятии говорили о творчестве Сергея Петровича Никулина, вспоминали его биографию. Звучали песни Булата Акуджавы и стихи военных лет в исполнении студентов Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова. Так в блиндаже хранят уют, коптилки каросиновые. Так дыхание берегут, когда ползут сквозь минный вой. Так раненую кровь хранят, руками сжав культяпки ног. Еще несколько лет назад мы подумать не могли, что вновь станет реальным и действительно актуальным вот этот призыв защищать Родину. Но снова мы видим, что снова такая необходимость возникла, и вы прекрасно знаете, что и наши земляки, и добровольцы, и солдаты всей страны нашей сейчас выполняют очень важную задачу. Более 40 лет Сергей Никулин проработал в главной газете Республики «Ленинское знамя». Щедро делился своим опытом с молодыми авторами, а своими воспоминаниями в программах на республиканском радио. Хотя отдельные произведения писателя Фронтовика переведены на 18 языков мира, но в архиве писателя есть неопубликованные материалы. К примеру, одну из повестей, написанных им, можно прочесть только в библиотеке имени Сергея Никулина. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.